Приветствую всех! С момента запуска программы я выплатил более 25 миллионов русских рублей. Я выплачиваю деньги на карты банков РФ или же на любые криптовые кошельки. Выплачиваю быстро, но после проверки информации. Интересует долгосрочное сотрудничество. Проверка информации занимает от 10 минут до нескольких недель в зависимости от того, что вы мне даете. Интересуют в первую очередь контакты военных РФ, которые принимают участие в войне. От них интересует информация о личном составе, о складах, о складах ГСМ, о технике РЭБ, РЭР и тому подобных историй. Также интересует различная военная документация, начиная от БР и заканчивая потерь личного состава. Очень нужны контакты научных сотрудников различных исследовательских лабораторий и таких вот направлений. Еще нужны контакты среди администраторов информационных систем, банков или различных телекоммуникационных систем, провайдеров. Поэтому телеграмм здесь написан, ватсап здесь написан, он приоритетнее для общения. Для староверов электронная почта. Также мой телеграмм канал, касающийся только информации о этом проекте. Поэтому обращаемся, отвечу всем, отвечаю не всегда мгновенно, но отвечаю. Так, меня зовут Владимир, я журналист. Очень приятно. Общаемся с военно-пленными на общие темы. Я понял, согласен. Я был, что видел. Согласен так? Да, конечно. Не знаю, некоторые. Ну ладно, не скрывать нечего. Хорошо. Подход мне такой нравится. Значит, представьтесь, как зовут вас, фамилия, межс. Откуда вы и число месяцев отрождены. Привставать или... Нинь, зачем? Неважно. Я понял. Место рождения Республика Латвия, город. Неважно. В 1995 году переехал с матерью в Россию. Улицы и дом не надо. А там ничего нет, там маленькая деревня. В смысле, там нет адресов? Нет, маленькая деревня. И что самое интересное, хотите верьте, хотите нет, можете сами все узнать. И живут одни украинцы. Но они переехали туда еще в начале 90-х. Живут одни украинцы? Да. Деревня? Неважно. Да, Бокач, Маркитан, Кочарук, Вдовиченко, Горбань. Все-все одни украинцы. Ну, фамилии, допустим, да. Все-все. Подождите, а вы до этого где жили? В Латвии. Родился в Латвии. Республика Латвия. Неважно. Кто вы по национальности? Русский. Ну, я хотел по отцу гражданство взять, но так как у меня... А как у отца фамилия? Неважно. Такая же фамилия, но он гражданин Латвии. А, то есть вы хотели гражданство взять в Латвии, а что не получилось? А у меня прикрылись в 93-м годом, у меня было уголовное преследование в России. И там сказали, что как бы вот в 93-м годом прикрылись, показали бумаги, еще Ельцин здесь в России был президентом, что есть договоренность между Латвией и Россией, что та, что та страна должна выдавать людей, у которых, ну, уголовное... То есть Латвия меня должна выдать в России, так как у меня уголовное преследование в России. И меня отвезли на таможню, передали российским властям, вот как-то так. Расскажите об этом деле, интересно, что это? А это был 2005-й год, я нелегально перешел границу у себя там. Неважно, неважно. Нашел отца, все, побыл у отца там какое-то время. И тут я с екиплса ехал на электричке в Ригу, употреблял спиртное, ну и чем привлек внимание полицейских. Полицейские меня в Риге ссадили с поезда, ну и я не стал скрывать, что я сказал, что я гражданин России. И все, меня поместили в полицию, и через несколько дней меня отвезли в суд. И после суда меня отвезли в населенный пункт Олайна, это недалеко от Риги. Там находятся люди, которые попали на территорию Латвии незаконно. И ждут депортации из страны. У вас банально депортировали. Да, да, но я хотел там остаться, но видите, так как уголовное преследование в России было, я же почему-то переходил границу. А в России что было у вас? Преступление было у меня, угон, грабеж был совершено. Я находился на подписке о невыезде и как бы решил... Так вы бежали туда, в Латвию, специально от... Да, 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 да. Хотел остаться там, но в 93-м годе мы не показали документы, где договоренность есть между Латвией. Может сейчас ее нет, но в 2005 году было. Понятно. Я смотрю у вас на пальцах татуировки под фитерами. Можете показать, да, да, очень много лет отсидел. Саня? Да, Саня, нет, тут звезды, там решень. А это тоже там все малолетка. Ну это, а это малолетка, то есть это не подразумевает ничего? Нет, нет. Есть какой-то смысл? Нет, нет, ну понятно. Ничего особенного. Ничего особенного. Так вы с детства по лагерям? Да, 17-летка пошла и поехала с малолетки. И так вот всю жизнь, как бы, ни семьи, как бы ничего нет. Ну есть гражданская супруга, вот, есть четыре сестры, которые из-за моего прошлого со мной даже не общаются. Есть мать, ну уже мать на пенсии давно. Сестры вообще не общаются, родные. То есть, как бы, ну такой я вот, не путевой. Ну, вот как-то так. Злоупотребляю алкоголем, принцип профессий никаких нет. Здесь, я чувствую, мы уже плавно подходим к тому месту, где вас мобилизовали. Все на самом деле, просто я вам скажу, как есть, ни я первый, ни я последний, все вы сами увидите, что вообще творится, кто вообще будет с вами общаться. 55 плюс, 65, 67 люди такие есть. Сейчас они, вот, у меня сейчас, вот, на данный момент, на данный момент, у меня уголовное преследование в России есть. Статья 264, не трезвый раз, не первый раз за рулем. То есть, предусматривают наказание, там, лет до четырех или до пяти лишения свободны. Ну, вот. Они 21 декабря 2023 года приехал участковый и приехал сотрудник военкомата. Я уже на тот момент, где-то месяцев, ну, шесть, наверное, пил. Они приехали вечером туда-сюда, привезли еще выпить мне с собой, я выпил. Ну, и в ходе вот этого... Куда привезли? Домой ко мне прямо. Участковый? Этот, сотрудник, участковый и сотрудник военкомата. Привезли вам выпить? Да. Ну, они, я был пьяный, они с собой еще привезли выпить мне. Они с вами выпивали? Нет, они с вами не выпивали, мне привезли выпить. Понял. И в ходе распития дали расписаться что-то. А потом я участкового спросил, говорю, это что такое? Он говорит, ну, тебе какая разница, у тебя уголовное преследование, а так ничего не будет. Суть не в этом. Они меня... Вот, 21 числа я подписал какую-то бумагу, а утром 22-го за мной приехала военная полиция. Одели на меня наручники прямо у меня дома, я в частном доме живу. И отвезли на аэродром и посадили в Л-76. Я прилетил... В наручниках? В наручниках. В наручниках. Нет, наручники уже сняли, но военный полицейский был до того момента, когда я уже в самолет не зайду, чтобы вот это закрылось. В военном самолете закрылась рампа, чтобы я никуда не делся. Не я один такой был, там несколько человек, которых опекала военная полиция. Суть не в этом. Мы приехали, прилетели в Ростов-на-Дону через несколько часов, оттуда загрузили нас КамАЗы, привезли на территорию Украины, а именно где-то недалеко от Бердянска. Вот. Что это был за месяц, год? Это декабрь месяц, 22-го числа. Ну, получается, вот 22-го мы вылетели с Пскова, прилетели в Ростов-на-Дону, где-то, ну, уже вечер был. Пока вот эти 7 КамАЗов подождали, 7 КамАЗов загрузились, там был 234-й полк, 237-й полк и 104-й полк. Вот. Пока мы все в эти КамАЗы загрузились и тогда поехали в Украину, именно вот недалеко от Бердянска. Там населенного пункта рядом нет, просто лесополки. Вот. Мы приехали и там стали разбивать этот учебный лагерь. Учебный лагерь. А самое, что интересно, учебный лагерь. Все блиндажи, все доски стали ездить в Бердянск, все за свои... Потому что у этих карты давало министерство обороны. У людей там деньги были пришедшие, у кого 200 тысяч, у кого 300 тысяч. Ну, а в зависимости от региона, какой регион побогаче. Из Питера там больше дает губернатор денег, там, допустим, еще откуда-то еще меньше денег дает. Вы про зарплату сейчас говорите? Ну, вот единовременные выплаты, которые на карточку приходили, кто подписывает контракты. Я вот так ничего не получил, мне сказали, в феврале получишь. Но суть не в этом. Я имею в виду, объясняю ситуацию, чтобы вы понимали. Вот блиндажи строить, все за свой счет. Ездить доски покупать, брусы покупать, утеплители всякие покупать. У кого покупать? Как? У кого покупать? В городе Бердянске, там магазинов много строительных, всяких разных супермаркетов. Просто в обычных строительных магазинах? Да. Вот на КамАЗе брали определенное количество людей, выписывали БР-ку, чтобы КамАЗ с военными мог проехать. Там же возле города посты стоят, которые останавливают проверять машины. Чеченцы, не чеченцы, там всякие разные. И у водителя есть бумага, где написано «он», и сколько человек едет с ним. КамАЗ приезжает, останавливается, и все военные пошли по этим магазинам покупать утеплитель, пленку натягивать, обтягивать блиндажи. Чего вы вспомнили чеченцев? Потому что они там везде ходят и проверяют, как ты в городе вообще. Но если ты в форме, с шевронами, то они ходят, но могут подойти, спросить военный билет, посмотреть или что. Если ты не трезвый, то могут забрать комендатуру. В магазинах даже я вам скажу. Они выполняют функции кого? Они функции надсмотрщиков, хотя по российскому телевидению их пиарят, что они там крутые военные. А на самом деле это тикток войска, их все так и называют. Они ничего не делают. У них вот даже если просто посмотреть, вам неинтересно просто вот на него смотришь, он находится в Бердянске, а у него, допустим, на его нам автомате навешано все, что только можно на автомат повесить. Ну, то есть вот как-то так. А для чего ему там? У него хорошая форма, он чистенький, он там в хорошем шлеме, он там вообще царь-бог. То есть вот как бы так. Но не суть. Не суть, просто когда гробы привозят в Чечню. Как вы говорите? Гробы, когда привозят в Чечню. Так вот откуда они могут привезти? Где они умирают? В самом начале они пошли под Киев, и когда гробы привезли в Чечню, там поднялся кипиш. Ну и как бы популярно объяснили, что не, наши гибнуть не будут. Хорошо, тогда я вам приведу маленький пример. Давайте. Существует вот на Запорожском направлении, на Запорожском направлении в данном моменте существует три полка, которые числятся, ну, дистанцируются в Чечне. Это 70-й, 71-й и 291-й полк. Так что вы понимали, вот у меня сейчас приятели, мы вместе приехали, они 71-го полка. Вот допустим, по штатке, и офицеры их здесь есть, и понятных такой. Да, пообщаюсь. Вот смотрите, он офицер, лейтенант. Да, ну, я же спрашиваю. Вот смотрите, смотрите, чтобы вы понимали, рота 80 человек. Допустим, 70-й полк, он числится Чеченская республика, город Шали, или населенный пункт Шали. Но там же не обязательно чеченцы могут воевать в нем. Так, а вообще, я просто говорю, он числится рота 80 человек, а у них по факту 40 человек всегда. Это и водители, и командиры. А 40 человек, они вот там. Человек с этого полка получил ранение, и ездил на реабилитацию в это Шали, они там ходят, ничего не делают. И вообще, что чеченцы делают? Они, оказывается, мастера вот этих, замастырятся, взорвать в 10 метров РГД, который не причинит тебе никакого ущерба. Или ногу вытянуть из окопа, вот так вот, и кто-нибудь, или, ну вот так вот они делают. А зачем ногу? Ну, ногу, руку, какая разница? А чтобы не быть? Потому что это, я вам скажу проще, ну вот я про 91, 291, 70... Вы просто объясняете, поймите, вы хорошо понимаете ситуацию? А я не понимаю, причем здесь ногу из окопа? Где? А вот зачем? А ранение получить, уехать, посидеть дома. А, ногу вытянуть, чтобы ранило, естественно. Вот, вот, РГД, граната РГД есть? РГД же есть? РГД же есть граната? Вот, 10 метров кинул, все, ничего не будет. Прикрой к шею, там, как говорится... Осколочные, посекло, да, ясно, конечно. Вот, вот, и все, и они поехали туда, и они поехали туда, и сидят у себя в Чечне, в Шоли, а потом в ВВК подделывают, и все, за деньги, и все, все, он уже не воюет, ну, все, как бы, понимаете? А тем более, выплаты сейчас какие? Сейчас в российской армии, ну, там, наверное, станок, который Путин включил, как сумасшедший. Вот, вот, я не знаю даже, как сказать, вот, маленький осколочек, в ухо мне ухо, царапни тут так, все, 3 миллиона рублей, и так, вот так, люди бегут спередка, 3 миллиона рублей. Сразу, сразу выплачивать 3 миллиона рублей. Кому? Вот, любому военному, хоть мобилизованному, хоть контрактнику, хоть штормзет, кому угодно. А вам чего не выплатили? А мне, я ничего не получал, никакого ранения. Я, побыл, у вас два дня пришел, сам сдался, отдал автомат, отдал один магазин, единственное, что пошел сдаваться, не взял бронежилет и каску. Мне не надо, это война. И я вообще, слава богу, приехали, я давно хотел вообще, чтобы у меня накипело вообще. Я хочу просто к своему правительству обратиться. Мне вообще плевать, что за это будет. Я понимаю, что мы сейчас туда, в Россию прилетим, а не нас в другой самолет поставить назад. Не надо, я никуда не полечу больше. И воевать не буду. Что вы сделаете? Допускай меня сажать, допускай меня садят. Допускай меня посадят в тюрьму. Меня на силы не могут заставить воевать. Но вас же первый раз силой победили? Ну, силой, не силой. Я имею в виду, сейчас-то я трезвый. Почему? Хотя СБУ говорит, одних и тех же. Ну, и не СБУ тоже. Ну, я тоже вам могу сказать, что это есть. Мы общались с ГУР вашим и СБУ, как бы люди адекватные, все говорят то же самое, что у нас в принципе дороги назад нет. А что нам делать остается? Так, правильно говорят. Они вам как бы... Нет, у вас... Нет, вы же не заключенный, правильно? Нет, нет, я не заключен. У вас не смеслишь? Нет, 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 нет. Разорвать контракт, есть такая статья, какая-то, несоблюдение условий контракта или что-то. Пускай сажают. Нет, прекрасно, если это так получится, типа как по закону. А тем более говорят, что мы послеплены, могут нас признать, но опять же, это среди военнопленных ходят слухи, что мы ненадежными людьми нас могут признать. Как-то... Ну, там... Как-то вот... Я вам скажу больше, вот даже, хоть на камеру, хоть куда угодно, я хочу просто про запорожское направление сказать, но все знают вообще, там такая идет, ругаться нельзя, конечно, у вас здесь. Можно, почему? Там полная жопа. Вот на самом деле, вот все какие войска там есть на Запорожье, вот полная жопа. Люди убегают с оружием каждый день. Потому... А почему они убегают-то? Потому что все понимают, это смерть. А я вам сейчас скажу. Люди уходят с передовой, с позицией, выкидывают оружие, ищут гражданку, и в Бердянске, говорят, в самом Бердянске налажена там среди мирного населения какая-то такая услуга, она стоит 100, 150, 200 тысяч рублей, где они на своих автомобилях вывезут на материк в Россию, объедут, ну, помогут пройти все эти посты, не посты. Сейчас вот я вам говорю, вот сейчас, допустим, человек легкое ранение получил 3 миллиона рублей, и у него деньги с собой. Он съездил, обналичивал, допустим, где-то вот банки есть, ПСП, или как они там, у кого, у разных военных, 5 банков, с которыми воюет Министерство обороны работает. Это ВТБ, вот мне такую карточку тоже сунули на аэродроме, я даже не пользовался ни разу. Потом говорят, ПСП есть где-то здесь, в Бердянске уже можно ей пользоваться. Они пошли, деньги сняли, съездили, или попросили кого-то снять. И все, у них деньги на кармане. Паспорта, сейчас у всех военных паспорта, чтобы вы понимали, у всех паспорта. В конце декабря, в начале января выдали всем паспорта. Если раньше только военный билет у тебя был в кармане, сейчас паспорт Российской Федерации у тебя находится в кармане. Это какой-то то ли новый закон Министерства обороны вышел то ли что. У всех паспорта, то есть вообще никаких проблем. В первый день тебя не кинутся искать, поэтому ты можешь ехать свободно куда угодно. Я не хочу упрощать работу российским спецслужбам и продолжать вникать в эту ситуацию. Если они так поступают, то они молодцы. Люди, которые уходят, люди уходят. И вообще люди сейчас ждут весны, только не понимаю, почему они ждут. Что-что? Ну, люди все, в том числе офицеры, все разговаривают про весну. Надеются, что весной все остановится. Некоторые говорят, что ждем американских выборов. Но тем не менее, в этом году все становится. Просто до конца года, если это даже будет конфликт. Так американские выборы это аж конец 24-го года. Так в том-то и дело, я говорю, что это декабрь или там ноябрь месяц. даже ваше телевидение говорит, что в среднем где-то тысячи русских гибнет. Не тысячи, далеко не тысячи, больше. Я просто... Просто есть окопы, есть двухметровые окопы, а в некоторых местах идешь, а ты идешь, там уже у тебя окоп по колену. А там уже просто сколько слов. Я вам объясню, если вам интересно, наше телевидение опирается только на подтвержденные факты. В том-то и дело, вы говорите, что где-то тысячи с дрона зафиксировали, например, смерть. Все. Вот мы это считаем. Да. На данный момент более 400 тысяч российских потерь посчитано. Но в России, и это зафиксировано, но в России даже в эту цифру отказываются. Мне, такая-то неправильная цифра, это занижена цифра. Даже ГУР и СБУ не сговаривались вместе, я общался и с теми, и с теми, и сказали, что где-то, ну, даже по самым скромным по счетам, где-то около 700-800 тысяч. А так и есть, регулярная армия в 2022-м уничтожена, мобилизованных потом было 300 тысяч, тоже уничтожено. Сейчас, а сейчас потери очень дикие, везде. Вот я был в трех СИЗО, Запорожье, Днепр, Киев. Я пересекался, как говорится, со своими, с одной стороны мы, они с разных направлений спецоперации, где проходят спецоперации. Нигде, ни на одном направлении я не услышал, где хотя бы что-то там нет. Везде только беда, 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 беда. Поэтому. Не, но мы имеем представление все о том, как воюет российская армия. Получили максимальное представление в Бахмуте и в Авдеевке, потому что просто идет забрасывание мясом в таком количестве, что Я смотрел новости вчера. Его невозможно как бы с одной стороны остановить, а с другой стороны потери ошеломляющие. То есть, да, кусок земли оккупирован, вопросов нет. С оперативной точки зрения наверное это какой-то плюс. Как? Что тут сделать? Ну, оккупирован кусок земли в любом случае. Ну, я лично уверен, я сегодня общался много с кем. День, два, три, если вам надо, вы заберете эту Авдеевку назад, как это бывало не раз. Ну, мы же не, у нас же нет такого количества. вы заберете умением, а не количеством. Вы думаете, сейчас количество вот этих 65+, которые даже не могут ходить с бронежилетом, они что-то могут противопоставить. Если я правильно, я не понимаю украинского языка в полном мере, но, насколько я вчера понял, они применили для того, чтобы уничтожить ваши укрепы, они при ней, российская армия применила полторы тонны весом бомбы, которые пробивают. вот, но это что, опуская, попробуй сил туда войти. Если бы даже бетоном все залили, все равно бы эти кабы бы их пробили. А я вчера папирус, там ваш корреспондент сказал, что эти полторы тонны бомбы пробивают укрепление как папирус, папирус это я знаю бумагу, поэтому они, смысл такой, что эти бетонные укрытия не помогают. Но при этом, при этом четыре сушки все-таки приземлили. Но не без этого. Не без этого. Вопрос в том, что преимущество в авиации. Просто нас пугали, нам всегда рассказывали каждый день, вот случай попадания в плен, там кастрация, там еще что-то. На самом деле, по факту, что я его видел. Я попал в больницу города Запорожья, я не ел целую неделю практически, я почти воды не пил, я туда попал потом в реанимацию. Я потом у врачей спросил, говорю, а что со мной было? Мне сказали, что у меня было обезвоживание организма, ну такая вот штука. Все, я пришел, меня не били ничего, я пришел, я вначале руками махал, чтобы меня птичка вывела. Да, просто есть пример такой, у нас российский сотрудник ФСИН, уголовно-исполнительные системы, птичка ему, он помахал птички, и птичка ему скинула воду, скинула записку, как пойти сдаться в пленную воду. Я общался с этим. Это Руслан Аникин, он у нас был лейтенантом в зоне, инспектором работал, вот, он остался у вас, поэтому я тогда весь замерз, с 7 на 8. Знаете, что он в соцсетях у себя опубликовал? Я не знаю. Сбросить бомбу то ли на Литву, как раз, то ли на Латвию. Я его когда спросил об этом, говорю, ты зачем такое опубликовал? Он говорит, это шутка такая. Ну, вроде парень нормальный. У него же там, по-моему, и семья в России осталась. Ну, парень нормальный, но после того, как он сдался таким образом, и его пример стал общеизвестным, он попытался у меня на интервью каким-то образом реабилитироваться и показать свою идейность великую. Потому что он такой вот идейный за власть, короче, и за все вот это вот было дело, да. Я вот так же махал птички. С 7 на 8 очень был ледяной дождь там в Запорожье. То есть и у нас такого нет. Он капает и сразу замерзает в лед превращается. Форма вот так хрустит. Влажность. Да, вот. И я, короче, у меня новые носки были. Я новые носки одел на руки и вот так махал птички. Одно и второе, они ничего. Я пошел дальше по дороге. Увидел украинских военных. Сказал, что я русский. Встал на колени, снял автомат, выкинул вперед себя. Все. Они забрали автомат, забрали меня так себе туда, дали попить, закурить дали. Ну, соответственно, к своим командам у него отвели. Я им все рассказал, как было. А этот командир там попросил там по рации, чтобы ему включили какой-то вай-фай или что. Нет. Или вай-фай, чтобы он мог. И он так просил ему картинку. Ну, где я проходил, где, откуда я шел. Ну, то есть, он все посмотрел, все это там записал. Ну, то есть, как бы я ни грамма не жалею. То есть, нормально. То есть, не то, что там говорят вас там, в любом случае живых не оставят. В общем, вот я вот вижу, пожалуйста, лагерь 400, все нормально работают. Ну, единственное, сработает здесь плохо, так как все. Мы думали, во Львов поедем, ну, поехали сюда, ничего. Сейчас вот ждем, что там дальше с нами будет. Давайте не будем обсуждать. лагерь новый, будет вам работа. Вопрос не в этом. Вы говорите о том, что вы сдались. Что-нибудь еще расскажете. меня, в частности, интересует общение с мирными. Такая в этом, вот мы были, дислокация наших войск, куда меня приезли, очароватая, это Запорожская область. Это большое довольно-таки село или деревня, как оно у вас правильно? Да, так, так село. Да, там улиц много, то есть, ну, там много очень разных военных стоит, и ВДВ, и грады стоят, и пехота какая-то стоит, ну, очень много разных. Местные жители, украинцы, держат там 4 магазина в этом деревне. Ну, как, один там магазин, он, я так понимаю, всегда был магазином, а в остальных частных домах военные приходят, допустим, список пишут, а вот эта женщина с мужчиной уезжают, там у них машина с прицепом, и вот уезжают, потом привозят там, там, энергетиков много берут, военное пиво, спирное. Я имею в виду, вы лично общались? Не, я там два дня меня отвезли, назначили управлять рэбом, рэбом. Чистое поле, чистое поле вывезли, это где-то от очароватого, мы ехали где-то час на Гусинь, на БМД, вот, чистое поле, чистое поле, в нем яма, вот, яма прикрыта этими, какого, ну, всяким хоростом, чтобы не видно было, и все, я там сижу, моя задача, я сижу там сраться, мне говорят, включай музыку, я выскакиваю с этой ямы, где-то метров сто бегу, там стоит два, вот этих два, две установки рэб, если мне просто говорят, включай музыку, это одну установку, включай, если говорят на всю катушку, два, стоит два машинных аккумулятора, и от этих машинных аккумуляторов еще идет провод на генератор, то есть если аккумуляторы садятся, я включаю генератор, и соответственно от генератора идет питание, ну, первый день, второй день, они еще привозили бензин, а потом перестали бензин, то есть уже этот рэб не работал, а потом прилетела все-таки птичка, и все равно разбомбила, хотя он был выключен, она все равно разбомбила, и этот генератор, и вот эти рэбы, а у командира я... А что он не работал, выходит? А потому что не было, все, аккумуляторы эти большие сели, а об этом бензин нет в генераторе, рация, вы тоже что-то сделали, ваши военные что-то сделали, я говорил, все, кто слышит меня, ну, ответьте, а все, она вообще не шипит ничего, ну, то есть заглушили как-то рацию, там где-то до этих, до украинских военных, где-то, ну, 500 метров, 600, наверное, вот так вот они, где-то оттуда, так, я думаю, принял решение, думаю, все, больше делать нечего, помощи ждать нет, и вот я пошел блудить, искать, как мне сдаться. И все, вот это вот ваша вся вещь. А я же здесь побыл, смотрите, я приехал, 21-го я подписал контракт, 22-го я приехал на территорию Украины, до 1-го декабря я пробыл в этом учебном лагере, стройкой занимался, там подбил 3 взвода на пьянку, мы купили очень много водки в магазине. И, короче, утром меня сдали, что это я, зачинщик, и меня, и еще одного парня, позывной, Астиман, а я даже данные знаю, потому что он мой земляк, Коренев Андрей Васильевич, 29-го декабря, ой, 29-го января 1981-го года рождения. И нас с ним, как зачинщиков, посадили в машину, и отвезли вот в это очароватое, и вместе отправили на передок. Все, только что меня посадили на рэп, а он там пошел, в какую-то группу, там, из 8 человек, что-то они там стоят, ну, куда-то туда, но я так думал, что его в живых нету, поэтому. Коренев у меня был какой-то, но не Андрей Васильевич, такой маленького роста, Коренев Андрей Васильевич. Там вот, я сейчас... 81-го года, 29-го января, день рождения у него. Ну, я не вспомнил. Ну, я понял, Коренев. По 3-4 человека в день. Коренев, был фамилия такая. вот. Аникин. Аникин-то Руслан, который знал. Аникин, и там же был и Коренев, ну, и по описанию, да, я вспоминаю, что вроде бы был такой. Все, как бы, вот и я сдался. А он, Аникин, с вами где-то там, но он не мог воевать с вами. Нету, Аникин, но Руслан? Он в плен попал раньше, чем в воевать? Нет, Аникин на зоне милиционерам работал. У вас, в смысле? В России. А у вас в России? Я думал, вы где-то там может быть с ним пересчитали. Нет, нет, я заключенный был, а он лейтенант, офицер. В какой зоне? ИК-3, поселок Кедрица, Псковская область, Сибирский район, на границе с Латвией, недалеко. Вы говорите, что он нормально себя вел, как сотрудник? очень, вообще, с ним можно было, ну, он курящий, ну, они у них тоже, там зарплаты маленькие, то есть, если даже где-то я попался, там нарушил что-то, может за сигареты было с ним договориться всегда, в другую локалку сходить, там же вхождение нельзя, вот я в этом секторе нахожусь, мне хочется в этом. Я понял, бедолага просто вздонул, что-то его за вот эту вот сдачу в плен, в общем, а там никто не осуждает, я с вонными коллегами совсем разговаривал. Никто не осуждает, ни из коллег, ни из людей, а есть же еще и ФСБшники. А, ну? Они же вас приняты. Так они пускай сюда приедут, сами повоюют. Ну, ну, вот такая, пускай приедут, они же все, юморист конкретно. так а что? Ну, вот нам говорят, что они нас там в Москве, где-то там, в случае чего там будут, Лефортово, там какие-то свои тюрьмы, подвалы, опять же. Ну, так что? Так пускай сами сюда приедут. Или в Павлика Морозова хотят поиграть, или что? Так они не хотят поиграть. А мы жить хотим, а мы жить хотим. Вы не заметили, что они давно уже играют в этого Павлика Морозова? Они не хотят поиграть, они играют. Ну, слушайте, я вам буду объяснять, что в России полстраны сидит, полстраны охраняет? Да они не надо. Ну, а уже там в исправительной системе, там в зону-зону стали по 100 человек. Ну, вот они как раз и охраняют, да и какая разница, 100 человек, не 100 человек. Да воевать никто не хочет, честное слово. Я вам говорю, честное слово, никто не хочет. Ну, откуда же вы здесь беретесь, если никто не хочет? Вот так вот и беремся. Человек могут налить, а он потом очухивается в рейнкомате, там он дальше наливает, потом очухивается уже в самолете. вы же решили, а я вот, допустим, я вот, допустим, хотел бы, чтобы вот ваш президент имеет на это полное право, вот собрал бы все вот эти сливки, 60+, и вот на весь мир показал бы, вот, пожалуйста. А толку? Я уже два года это, лично я вот, вот, пожалуйста, это что, это кто? Это как? Узбеки появились, узбеки, таджики уже появились. Здесь в лагере есть? Нет, в лагере нет, вот, ВДВ в этом. 108 полк ВДВ, Новороссийск, он тоже в Запорожье, там вот и есть и узбеки, и таджики, за гражданство, вот их мажут, будет гражданством, ну и плюс, естественно, даже по узбекским, сом и сравнится с 200 тысяч рублей, это, конечно, он там миллионером просто естественно будет. Сирийцы? Ну, эти, не сирийцы, а... Непальцы? Непальцы, которые вот так мышку за хвост ловят и живую едят, ну это бред вообще. Они же вообще по-русски не понимают. Какую мышку за хвост? Просто мышка бегает, вот он его поймал, даже вот так съел, и все. Та, ну нахуй. Я вам, честно говорю. Вы с такими пересеками? Да, конечно. А где? Вот тоже в этом очароватом. Вот я же хотел послушать, а вы мне рассказали про блиндаж и рэп. Ну, это куда меня отправили. А так вот я пока сутки, где-то около двух суток был в самой деревне, я там, то есть, везде был, и по магазинам ходил, и Wi-Fi, Wi-Fi пользовался. Там возле каждого магазина есть, можно встать, там прямо висеть на дощечке висит этот пин-код Wi-Fi, можно раз, и все военные там, и вот стоишь, а вы пацаны, кто мы, прихота, а вы кто, мы артиллерия там. Ну, то есть, там все виды войск, там вот в этом очароватом, там, я не знаю, там, по-моему, вообще все есть. Клондайк, да? Да, там и техника тяжелая есть, но танки вот эти, бмд, бб, ну, всякие разные. БТРов колесных я не видел, а гусеничная техника для АЛИС, то есть, там много их. И вот я тогда сотрудникам СБУ говорил, вот этот полк, в котором я был 234, он должен был 12 января поменяться с 237. 234 должен был отдохнуть, а потом после отдыха пойти на Херсон. Ну, я так думаю, что именно так все и случилось. Я потерял нить. А где вы увидели конкретно в каком окопе, что вы там делали в этом окопе, что он мышку съел? Это я в деревне увидел. А зачем ему в деревне мышку есть? Ну, так вот поймал, мышка бежит. Так и даже есть. Ну, есть, а он поймал мышку за хвост. Я почему ее охренел? Думаю, ничего себе, как он ее ест вообще? И мне после этого вообще, там, потом чай заварили пить. Мне даже в сионной кружке, ну, вообще, то есть, я не хотел, чтобы он вообще чей-то кружкой пользовался. Ну, не палец. Да, он по-английски только разговаривает. Ну, и то, там с ним начали разговаривать, он сказал, что он приехал сюда учиться, учеба дорого, ну, и, короче, чисто не пальцем. Это не тот, который здесь, на лагере? А я не знаю здесь, я не видел ни одного не пальца. Вы со всеми уже переобъяснились? Нет, мы, я вот только приехали, мы когда... А вы еще с карантином? Да, мы в карантине, да, конечно. Пять или шесть. Все. Не пальцем. И то их, и говорят, сейчас это напередок не будут отправлять, так как к нему не могут они это самое понимать, что к чему команды. А их теперь будут отправлять только в группу эвакуации. Ну, то есть, раненых выносить. Раненых, убитых. Потому что они сильные, у них выносливость. Вот так сказали. А так, да, положение, конечно, плачевное очень. Не вот этот? Все потом Байдер. Привет. Вы хотели воевать? Не, хотели воевать. Ты еще по-русски как-то разговариваешь? Нет, нет. Да, этот чуть-чуть разговаривает. Но этот просто тоже учился. Он здесь должен быть. Нет, я не видел. Просто я нахожусь там в первом локальном участке. Как бы это самое. Я понял, понял. Еще не по-русски. Как-то я понял. Я просто не представляю себе эту ситуацию серьезно. Меня это шокирует. Мышку поймать, надо же как-то проживать, а нас там же пешки, лапки, хвостик. Вы представляете, да, так вот, просто заход. Не представляю. Думя пальцами вот так поймал, вот так, и все. Захлотнул живую мышь. Я не начал ее жевать. Так вот, я и говорю, потом заварили чай, и мне было противно, что он чей-то кружки там берет. Ну, значит, они, что, могут себе позволить так? Да, вообще-то они буддисты, как бы. Я не знаю вообще. Буддизм, это самая гуманистическая религия. Я никакой религии, я не бог бог. Я понял, я в общем тоже, но типа, по идее, типа, по идее, они даже, короче, есть кино, 7 лет в Тибете, кажется, не помню там Брэд Питт. В общем, они там что-то строили, они даже червяков боялись с лопатой, они там их вытягивали. Вот что такое буддисты. Ну, они тоже типа как буддисты, но я не знаю, это что-то на грани. Знаете, дагестанцы тоже сало не едят. Тем не менее едят. И все нормально у них. И членцы, и дагестанцы. Сало едят вообще все. А им же тоже нельзя. Религия не позволяет им сало есть. Но они его иди. Особенно если хорошая. Так что вот как-то так. Да. Что еще в блиндаже было интересного? Это в деревне происходило. В деревне. А что там интересно? Пьянка, среди личного состава, энергетики, пиво, водку не привозили местные, только пиво. Ну, а когда закладывали, были порывы какие-то? Да, порывы. Понятно-патриотические. Порывы какие? Что офицеры все, ну, опять буду называть вещи своими именами. Офицеры все гандоны. Так. Посылают на мясо. Это мясорубка нужна. Все, короче, так по пьяную лавку только говорят, что да, это надо. Отпусков нету и никто не бежит рваться. Наоборот, все это, пятисотица, проще сказать. Даже бывают, целые взводы не выполняют, отказываются выполнять задачи, целые взводы по 28 человек, по 25. Просто говорят нагоду. Нет, не пойдем. Им говорят, будете в 500 записан. Да пускай, говорит, 500, не хоть куда, я грыжить хочу. А мобилизованный вообще проще отвечает. Вот его отправляют туда, где они понимают, что жопа. Они просто говорят, пошел, я туда не пойду. Я сюда не просился, у меня семья дома. Вот и все. Поэтому как-то. Не, ну в каких-то полках, частях избивают, могут дерево привязать, могут в яму какую-то закинуть. Ну, такие разговоры есть. Но этого вы не видели? Нет, этого не видел, только слышал. Только слышал. Я тоже просто слышал, и как бы истории сильно отличаются. Вот то, что рассказываете вы, да, и то, что вот там иной раз рассказывают. И про заградотряды рассказывают. Заградотряды я такого слышал, вот в лагере это, предусмотрено в основном на штормзад нацелен. Да. Штормзад даже это самое оружие выдают только в крайних случаях. А так они, если где-то есть, куда их группу эту посадить, их сажают в дом, разоружают их, и как бы вот, ну вот как-то так. И вот против них стоят заградотряды, да. Я слышал это. Видеть не видел. Ну, я и слава богу, я побыл у вас еще тут несколько дней на самом деле. Все, и слава богу, что так получилось. Вообще, я просто... Короче, вы пошли, увидели птичку, птичка вас... Ничего, птичка не среагировала. Не скидывать на меня ничего не стало, ничего. Я пошел дальше. О, тут-то вы совсем неправы. Знаете, вот когда меня военные в вашем плен взяли, и пока меня вели до командира, рассказывают, вы, говорит, русские, такие, говорит, это... То есть вы притворяетесь с мертвыми, но, говорит, больше мы вам не верим, больше не верим. У нас, говорит, птичек, ну, то есть птичек, ну, образно говоря, куча. Вот, пока вот это тело не перевернется, нет, теперь, говорит, опять раз на раз не попадает, уже птичек куча. Не всегда. У некоторых, ну, то есть, а если у оператора бы ПЛА там напряги со скидами или с птичками, это сейчас вы о какой армии говорите? О нашей. У вас не бывает напрягов. Вот я вчера послушал опять, это для кого было скажем. Короче, это происходит так. Смотришь одного, он пошел к себе в блиндаж, туда в блиндаж уже и вольнул. Там, где уже их пять человек. Вот так это часто происходит. Иногда происходит и один, который пытается притвориться, там, ну, короче, это все работает. Это все работает. Ну, ну. Поэтому я, говорю, вчера новости смотрел, там, насколько я понял, сказали, что снарядный гол. Ну, какой снарядный гол? На один выпущенный снаряд с Россией у ваших летит как минимум и летят они в цель. Вот даже вот я говорю, когда ваши военные меня вели, да, вот они говорят... В контексте Авдеевки говорят. Это уже там не хватило. Там настолько уже просто мясо бросили со всех сторон, что просто... Я про Запорожье говорю, вот ваши ребята говорят, вот начинает наша артиллерия. Я начинаю пригибаться, когда... Представляете себе, Авдеевка, 15 тысяч жителей, да? 50-тысячная группировка заходит в Авдеевку, российские хвости. Вот сейчас 50 тысяч? Там разные цифры называются, от 40 до 50 тысяч группировка. При этом утверждают российские же военкоры, что взятие Авдеевки обошлось ценой более чем в два раза, чем Бахмут. А Бахмут сам Пригожин называл 15 или 20 тысяч двухсотых и 40 тысяч трехсотых. Если в два раза больше, то я просто... Эту мясорубку невозможно себе даже представить. Ну как? Представить можно. Ну я вот, допустим, не сомневаюсь, что если вам всеми надо будет вопрос первого наката хорошего и все. Так вот, ваши военные пчелы ведут и говорят, скорее бы ваша 58-я танковая армия приехала. Ну я говорю, а можно вопрос задать? Я говорю, а зачем вам 58-я танковая армия? Они говорят, как зачем? Танки забрать. Как это, говорит, было уже не раз. Мы заберем танки. И все. Они говорят, ну, то есть, у вас на БПЛА, люди там учатся, там 2-3 дня, у нас люди за границей учатся, то есть, они там вообще, можно сказать, иголка в ушках закинут все, что угодно. Не то, что вот, но... И то, они говорят, вот когда, ну, когда меня вели, артиллерия начала с нашей российской стороны бомбить артиллерия, я так начал пригибаться, они говорят, не пригибайся. Ваша артиллерия либо будет бить по вам, по вашим позициям, либо в другую сторону. Когда, говорит, ваша артиллерия работает, мы, говорит, даже не пригибаемся. И реально, я смотрю, люди там сидят, военные ваши, планшетом пользуются, идет выстрелы со стороны России. Они даже, ну, то есть, не обращают внимания, потому что они говорят, у вас там рукожопы, ну, у нас они не попадут точно. Они либо по вашим позициям, по вашим окопам вас уничтожат, либо просто в другую сторону стрелят. Поэтому, говорит, ну, не, говорит, есть, говорит, на некоторых направлениях фронта, линии этой передовой, где какие-то там регулярные армии или кто-то, там, говорит, ну, да, могут. И, говорит, это, ваши военные рассказывают, мы, говорит, ну, не без этого, где-то получим, командование, раз, каждый день, вот у людей, при этом их, это, 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 и каждый день ничего не меняется. Ложит, 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 людей, все. Да, но есть одна проблема в этом, во всем. Таких, как вы, в около 140-миллионной стране еще очень много, вот поэтому, и ничего каждый день не меняется, поэтому ложат ложатся, ложат ложат, и каждый день ничего не меняется, потому что вас сюда тянут, 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 понятно? Да, вот сейчас, насколько вот мы разговаривали, у нас на выходных, на прошлых выходных, приходили сотрудники прокуратуры в Киеве, они сказали, что у России сейчас с Украиной заключен контракт, договор, в первую очередь, менять зэтовцев, зэ, зэ, вот этих зэков, зэков, и, да, действительно, со Львова приехал человек в среду в Киев, он сказал, что почти всех зэтовцев со Львова, захит, один захит, один вывезли, я не знаю, как насчет договор, я не представляю, именно этот договор, но то, что забирают, забрали два обмена подряд, в основном, заключенных бывших, а для чего это делается? Для того, чтобы сразу их на передок отправить? Вот все, вот и весь ответ. Ну, я хотел сказать то же самое, а Женка, нет, просто, я просто здесь, какие-то заключенные еще остались, они грезят надеждами, вот мы приедем домой, я говорю, ребята, как домой? Домой не получится, у вас прям вот, даже если его официально будут менять, по телевизору покажут, да, вот вы приехали, тут же говорит, там, говорю, три кольца каких-нибудь сделают этих, ФСБ, МСБ, прямо в аэропорту, и назад сразу же. Короче, это очень, это очень, такой флеш-рояль, для ФСБ. Да не отпустит никто их. То есть, с одной стороны, они не забирают людей, которых, с которыми нужно проводить работу, беседовать, и действительно отпускать, да, а с другой стороны, они забирают людей, которых можно сразу же, бесправно кинуть обратно. Ну, вы же по пьяни не смотрели, что вы подписывали? И они не смотрят, что они подписывают. А у них уже вот кончилось, это лафа, там, где полгода, там, вот, да, не, все, до конца. они говорят, что до конца. Так и у вас, я вас поздравляю, до финала. Скорее всего, вы подписали до финала. А еще, 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 погодите, самое главное, забыл. Я, когда в этот лагерь приехали, где учебный лагерь начали строить, я подошел к командиру роты, объяснил ситуацию, такая ситуация. Он меня отвел к командиру штаба, или замкомандира штаба, ну, короче, какой-то офицер, позывной, я его не помню, а фамилия у него шестерки. Это командир, командир, как это называется, командир штаба дивизии, 76-й. Это военные, звание, я думаю, не меньше полковника или подполковника, в любом случае. Я ему объяснил, как получилось, он говорит, звони родственникам, пускай родственники идут в военную прокуратуру, якобы ты уже не первый, кого вот так вот обманом, ну, потом, я подошел еще и к медику, я говорю, вот посмотри на меня, говорю, вот я, вот просто даже хочу показать на камеру, чтобы все прекрасно, чтобы все прекрасно понимали, о чем идет речь. Я вот, 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 это, то есть, как бы, не сейчас, прям, вот, вот, в таком состоянии, медик посмотрел, и сразу командир, говорит, его даже не вооружайте, его надо, все, в больницу везти, набирать, это имеется в виду, вот, вот, Бугор, тем не менее, российская армия берет всех, норманным путем просто, а сколько, 71 полку еще, наверное, будет вызывать, 71 полк, я надеюсь, 71 полк, люди не застегните, люди написали, подписали контракты водителями, а их взяли, сделали штурмовые камеры, автоботы, сейчас такие вещи рассказывать, удивляет, они вот, все против, я это прекрасно знаю, я еще верхнюю тоже, то есть, люди все здесь, это все легко, люди возмущаются, или люди, естественно, естественно, или им все нравится, нет, и сейчас, вот, любой, любой здесь в лагере, любой в лагере, у него только одна мысль, как сделать так, хоть заплатить, вот, допустим, здесь очень много людей, сейчас, у которых уже было ранение, по 3 миллиона, у них уже есть по 3 миллиона, они готовы сейчас, ну, любые деньги, вообще все деньги отдать, чтобы как-то по прибытию на материк России, в Москву, просто подстаньте, заберите все, и как бы это самое, ну, это все об этом думают, но не у всех это получится. Кому вы хотели звонить? Ну, хотел гражданской жене, просто хотя бы сказать, что я в плену, и пускай там идет вы, номер телефона помните, который там в WhatsApp, да, а в нее только у нее и WhatsApp, и всего один номер в телефоне, такой же телефон Android, как у вас, но не такой. Понял, ну, неважно, не суть дела, говорите номер. 8 или 7, через какую цифру? Вы дома? Как, плюс 7, ну, Россия. Вот и WhatsApp тоже на этом номере должен быть. Ольга Валерьевна. Фамилия ваша? Просто хотя бы сказать, что где, просто ребята говорят, что по истечении 4 месяцев звонят домой, а там говорят, что звонили в часть, а они без вести пропавшие. Ну, да, это есть такое. Так, вроде, Украина же сообщает, что мы здесь. Да, сообщает, если им все равно, что мы сообщаем. И не только официально Украина, и Красный Крест, насколько я знаю, к вам как бы приехал. вот мы сейчас пропустили Красный Крест, а они уехали уже. Типа, как, давайте, наверное, вперед отправим ваше фото. Голосовое, знаете, как писать? Нажать на эти, я нажму. Говорите, что вы... Оленька, привет! Позвонить нет возможности, вот отправляйте голосовое сообщение. Сейчас позвоните. Оленька. Через 10 минут, чтобы трубку взял. Через 10 минут я позвоню. С 8-го числа нахожусь в длину. Отношения нормальные. При разговоре скажи больше. Может на работе, она работает в магазине продавцам, поэтому... Ну, мы как бы поэтому отправляем, чтобы она через 10 минут нашла минуту. если на работе, не найдет, поэтому... Не найдет, так значит, тушу, судьба такая. Мы как бы все возможное сделали. Там может через неделю, через две дадут позвонить здесь, так я попробую здесь. Просто если у вас, вы не забудете, просто скажете, что это самое. Ну, в принципе, я там все сказал. Нет, если она мне откроет, напишет, я ей скажу. Напишет, напишет обязательно. Ведете же вы себя нормально. Просто можете сказать, чтобы она хотя бы там в военкомат или куда-то там или к губернатору обратилась. Конечно, скажу, что мы для этого и общаемся. Я для этого и позвонить вам хочу дать, для того, чтобы вы сами это все сказали ей и чтобы она действительно пошла, что-то сделала. Вы с ней давно живете вместе? Ну, с 17-го, с 18-го года. как живем, не живем, вот так вот, я в тюрьме. Чего вы весь в волосах таких? Это фуфайка такая, вот фуфайка из такого набитых. А, набитая? Я не знаю, что это такое. Короче, главное, что не холодно. Не, нормальный. Так, что вы думаете вообще со своей жизнью делать? Тюрьма, тюрьма. Что-либо менять уже в 43 года, уже как бы поздно, что-то. То есть, вы заедете и снова пойдете что-то выживать? Наверное, да. Понятно. То есть, в этом смысле вы не раскаялись, а вот в смысле войны? Нет, это никому не надо, это нет. Я даже могу, если надо, обратиться к руководству, хотя я уже в СБУ записывал видео, обращался, говорю, прекратите, остановитесь. Вы можете обращаться все что угодно и доносить все, что по вашему мнению играет, имеет смысл. Да просто, ну, хотелось бы сказать проще. Не надо, это люди живут, люди живут хорошо. Не надо, не надо вмешиваться в жизнь людей. Просто это уже получается реально, даже не знаю, сейчас идет геноцид просто и российского, и украинского народа просто, и за это всегда, всегда придется отвечать. Нет, геноцид идет как раз украинского народа, а вот участие принимают в этом геноциде как раз россияне, и такие как вы, в том числе. То, что вы инструмент, это не делает вас жертвой. Я понял. Вы могли бы не ехать, если бы не, да, я понял, вся история, вы могли, ну, правильно, обязательно, если бы затреться, конечно, то, что также любой мобилизованный, любой контракт, не может не идти, не подписывать контракт, не мобилизоваться, ему там обещают, что его посадят, ну, покажите мне, во-первых, кого посадили, я хочу посмотреть, да, я понимаю, что кадрового военного, да, его, ну, короче, с большой вероятностью посадят, потому что он кадровый военный, он как бы подписался на такую историю, но покажите мне, где у вас там поголовно сажают мобилизованных, я что-то не видел такого, я тоже не слышал. Скорее всего, если придет мобилизованный, который скажет, слушай, я не пойду никуда, ему скажут, иди тихонько туда, куда-то, берут вот этих лохобанов только, которые приходят, игривой машут и на все соглашаются. Так вот, они не жертвы, они просто, ну, идиоты. Согласен. Дословно, не интересующиеся политикой. Согласен. Вот. А теперь, Александр, вопрос философского характера. Вот вы говорите, все правильно там, начальство, руководство, это не надо, геноцид. Правильно. Вы думаете, если бы Путин это лично услышал, он бы что-то бы понял из ваших слов? Ну, я думаю, я не интересен Путину, просто слишком, слишком, слишком я, наверное, маленький человечек. А кому же вы тогда обращаетесь? С руководством вообще. А мне кажется, что там, помимо Путина, там тоже есть люди, которые решат, что-либо решают. Ну, что вы говорите, кто это? В одиночку, я думаю, вообще Госдума, не Госдума, все эти. Как бы они могут же объявить, то есть президент, понятно, что он самый главный, но если что-то президент делает неправильно, Госдума может объявить ему. Да? Блин, интересно. Ну, допустим, он может объявить. В некоторых странах есть же вот, и этому пытались объявить какому-то президенту какой-то страны, ну, досрочно, чтобы убрать президента. Не, импичмент, но им объявлялся, это не, но только это же не в России. Ну, в России, да, пока идет диктаторский режим в одни ворота, под себя конституция переделывается. Я вот живу, допустим, в Псковской области, это с 15-го года, не секрет, сейчас взять телефон, так нажать на Яндекс, самая бедная область в России, Псковская область, я вот у ней живу, у меня, то есть вообще, все, Турчак, вот этот, это крестник Путина, был у нас губернатором два срока, позакрывал все заводы, вообще все, унизил эту область ниже его предела, то есть как бы и все, и слился сейчас в Единой России, там, кто он там, председатель. И вы хотите, чтобы вот это вот Единая Россия взяла, и вот он недоверие вынесло Путину? Серьезно? Ну, как-то люди все равно должны, ну, сейчас такие смерти, столько смерти идет, просто, я не знаю, как он будет обрадоваться, просто, хотя, да, он-то такой человек, он не будет, А как Гитлер оправдывался? Гитлер. А что, есть какое-то принципиальное отличие? Я вот, например, вчера посмотрел, это для зрителей, всем рекомендую, про Эйнштейна, новый фильм на Нетфликсе, разработка, ядерной, сами понимаете, чего, слов нельзя таких говорить. Так вот, там он, в процессе этого фильма, показывает, как он бежал из нацистской Германии, как это все происходило, как происходило зомбирование немцев, вот это, оголделый, вот этот вот патриотизм, в общем, берете современную Россию, короче, накладываете на этот фильм, да, рядышком, и вообще все то же самое, просто, буквально, вообще просто все то же самое, так что, да, рекомендую посмотреть, я другого не понимаю, цивилизованные страны, такие прекрасные люди, имеют возможность снять такой фильм, и показать все буквально и детально, как это происходило тогда, и как это было ужасно, но при этом, почему-то, не могут это сопоставить с современным миром, и понять, что у нас сейчас происходит ровно все то же самое, вот что странно, то есть, можно бесконечно осуждать Гитлера, да, вспоминать, что было когда-то, а можно просто глянуть, что происходит сейчас, но почему-то то, что сейчас, им как-то не очень интересно, они на каникулы там пошли, да, так что, ну, я думаю, он не вечен, может что-то и поменяется со временем, второго такого нету, вроде в России, я думаю, что даже если он не вечен, на ближайших 5 лет, еще протянет, да, ну, я вообще слышал, такие разговоры идут, и очень давно, кстати, что это и вообще не он, потому что он на всех картинках разный, согласен, есть, есть вполне обоснованные доводы, в пользу того, что он, это не он, но какая, нахрен, извините, разница, ну, вообще, ну, смысл-то не в этом, ну, сейчас его переизберут, потому что в России это не выборы президента, это выборы Путина, потому что, говорят, был Надеждин какой-то, нам сказали, он снялся с выборов, с голосования, нет, не снялся, его не допустили, ну, даже так, по-моему, так, нам сказали, что снялся сам, а, и Навального, вот, тоже, это, Навального убили, убили, да, и мы вчера смотрели это все, потому что его штаты запросили на обмен, вместо там, российского какого-то, маньячелы, раздувать это нельзя было. Я понял. То есть, им было очень бы невыгодно, если бы те показали, что вот мы вашего отдаем, который вам там честно там служил, да, вы его забирать не хотите, вы Навального, а если бы, ну, это немыслимо просто, чтобы они отдали Навального за рубеж, потому что, какой бы там ни был Навальный, да, но он мог бы хотя бы объединить под собой вот эту вот российскую оппозицию, которые все в разные стороны куда-то бегут и не знают, что им там делать. Да, он же в свое время баллотировался президент, да, 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 и погиб, и убили в 47 лет. Ну, до этого убили Немцова. Да, прямо возле Красной площади, где-то там. То есть, ну, диктатура есть диктатура. Ну, убирают тех, кто может что-то, их убирают просто, не хотят, чтобы это самое. Пересажали всех. Батюшка, вот там какой-то, хотел панихиду провести, по Навальному, его взяли и закрыли. реально батюшку закрыли. Ну, а что, могут себе позволить. Да, ну, просто люди пошли возлагать цветы какие-то. Да, Позагребали. Серьезно? Ну, вы только что обращались к власти, что это не нужно. Повторите еще раз. Ну, как-то, как-то так, чтобы они поняли. Потому что, ваши прошлые слова, они там никому не интересны. Я просто обращаюсь к руководству России. Остановитесь, одумайтесь, что вы делаете, что вы творите. Вы убираете людей, которые что-то могут доказать и показать. Вы просто, вообще все, все затеяли зря. Вот, вы, министр обороны, генеральный штаб, Герасимов. Зачем вы это делаете? Вы просто убиваете мирных жителей. Вы нам рассказываете сказки о том, что вы уничтожаете здесь какие-то танки, какие-то склады. А я вот нахожусь на Украине с 8 января в плену. И я вижу, то там вы взорвете дом, то там вы взорвете дом. Гибнут люди. И между тем, с нами обращаются нормально. Согласно Женевской конвенции, без оскорблений, без всего. Нас кормят. Мы живем в нормальных условиях. А вы до сих пор не хотите остановить эту убийственную войну. Для чего вы это делаете? Мирные люди страдают. Остановитесь. Остановитесь. За это придется отвечать. Больше мне сказать вам нечего. Они вам отвечают. Ты предатель Родины? Ну, пускай я буду предателем. Фейк. Распространяешь фейки про российскую армию. Там сейчас даже ввели ответственность за распространение фейков. Конфискацией имущества. У меня ничего нет. В этом смысле тебе проще. У меня ничего нет. Поэтому. Пускай конфискуют. Тюрьмой меня за 24 года в тюрьме я насиделся. Я понимаю. Я отсижу там любой срок. Это я понимаю. И что они там делают? Единственное, что мы сейчас здесь военнопленные думаем, что они придумают лагерь какой-то специальный, где будут содержать нас вот таких вот. Ну, такой я имею в виду, как дисбатчинок, типа того, где будут нас издеваться над нами и прочее, прочее, прочее. чтобы не держать нас в обычных колониях. Ну, конечно, мы тоже могут. Этих лагерей сейчас пустых, потому что они сейчас забирают все. Да, они могут проще сделать. Ты, Саша, ну, не понимаешь, что они тебя могут просто обнулить, короче. И все, чтобы не париться с тобой. Ну, я думаю, я настолько маленький винтик, даже не винтик, а молекулы, атом. Правильно. Ну, вот послушают вот это вот, что ты рассказываешь. Пускай. Взят тебя и возьмут, тебя обнулят. И скажут, не вернулся из плена. Скажут, его там эти нацисты в Украине убили. А где нацисты-то? Я что-то нацистов здесь не вижу. Здесь говорят нацисты, какие-то прочие, а я здесь только вижу отношения на вы. Сейчас, ну, вот, допустим, и в трех СИЗО, везде только на вы, только на вы. Доктора вылечили, слава богу. Потратили медикаменты. Так, ну, пробуем. Я спросил, вот вы на связи, типа, не отвечает. Попробуем. Ну, там две галочки дошло, то что они не прочитаны, да? Если я у нее не в контактах, она мне не покажет, прочитала, она мне не прочитала. Если бы она была у меня в контактах, ну, поставила бы синенькие галочки. А вы не можете по обычному телефону? Может, у нее интернета нет? Или, вызов идет? Как? Вызов идет. Ну, я особо-то в них не разбираюсь, поэтому. Не-не-не, если бы вызов не шел или шел сброс, там, сбой, по обычному телефону, если вы не в курсе, Россия заблокирована. А можно это голосовое? Пожалуйста. Дайте-ка, я сейчас скажу. Просто нажимаем. Да, нажимаем и держит. Оленька, солнышко, я нахожусь в плену, повторяюсь, звонить мне дал журналист, будь любезна, обязательно позвони ему или напиши на этот номер, а потом, прошу тебя, напиши или позвони в военкомат, губернатору. Меня не забирают из плена, сколько я здесь пробуду, я не знаю. Эта война никому не нужна, пойми, просто никому не нужна. Ко мне относятся очень хорошо, спасибо им, врачи меня выручили. Вы мне больше расскажите, что я сделать нужно для того, чтобы вас с плена забрали. Ну, по... А, ну это... Отправьте еще одно голосовое, скажите, пусть идет военкомат, пусть идет кому-либо. Оленька, обязательно сходи в военкомат. Если у тебя есть номер телефона Ларисы Николаевны, которая в Пыталове живет, пускай она там по своей линии, там, я не знаю, на губернатора, на главу города нашего Пыталова выйдет. Надо поднимать, шухер, может быть, я нахожусь вообще в списках без вести пропавших. Позвони в эту 76-ю дивизию, в которую меня причислили. Скажи этому командиру дивизии, что я такой-то, такой-то, такой-то нахожусь в плену. Я, по-моему, тебе отправлял фотографию этого жетона, который они мне давали. Если у тебя есть фотография, то ты перепиши этот номер жетона, который там, и продиктуй этому командиру дивизии. Скажи, что вот такой-то, такой-то, такой-то контрактник, который обманным путем отправлен туда, находится в плену в Украине и просит, чтобы его забрали на территорию России. Не останавливайся, позвони в военкомат, обязательно позвони в военкомат. И Ларисе Николаевне позвони, звони всем, в приемную губернатора, в дивизию 76-ю Псковскую. Пускай забирают меня отсюда. Все, целую, люблю тебя. Со мной все хорошо. Относится очень хорошо. Моя фамилия Золкин, звать Владимир. Вы, наверное, видели мои интервью с военнопленными. Можете посмотреть канал, там будет интервью с вашим мужем. Это интервью является... Да, тут я вам скажу не то, что интервью, мой номер. Они же знают мой номер все. Они же знают, что с моего номера приходят эти сообщения. То есть, ну, вот это является стопроцентным доказательством для них, что вы вплюду. То есть, больше мы уже нет. А плюс еще будет интервью. А я, оказывается, о вас. Вы сейчас сказали, Золкин, а я, оказывается, про вас в Киеве слышал. Вы на захид один очень часто приезжаете. Короче, это цель. Чтобы вас забрали на обмен. Потому что нам надо своих возвращать. Да. Понимаете? Да. Особо никакой другой цели у нас в этих интервью нет. По поводу того, что вы там говорите, что вас там могут услышать, что вы там можете кого-то переубедить. Лично меня эта тема уже вообще не вставляет, как говорится. Не цепляет. То есть, я понимаю, что этого не будет. То есть, завтра и послезавтра. И если я этим буду заниматься еще пять лет, и будет идти пять лет война, такие, как вы, здесь будут сидеть через пять лет. Без вариантов. Мы два года эти интервью публикуем. Скажите, можно было посмотреть? А я вот ни разу не посмотрел. А вот вы ни разу не посмотрели. А как мне интересно было просто. Ну там, когда... Понятно. У вас ситуация из ряда выходящая, вы по пьяни подписали, короче, вы вообще ничем не интересовались и поехали. А есть люди, которые наперед знают, что их будут мобилизовать, что их будут отправлять на войну. Так можно уже уехать из страны куда-нибудь? Да, можно уехать из страны. Можно посмотреть интервью то же самое с таким же. Ну, то есть, чтобы понять. Можно просто в Телеграм зайти, там, посмотреть по каналам вообще, что происходит. Те же сбросы с птичек. Мы же их публикуем. То, что вам показывали наши бойцы, то, что прикидывается. Ну, то есть, это же все же в открытом доступе. Можно, 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 но они не, ну, то есть, непробиваемые. Непробиваемые. Они не хотят что самое главное. Понятно. Ну, такое история у вас, история у вас обычная. Да, вообще никакая. Но, рассказываете вы плюс-минус, мне кажется, откровенно. Единственное, что у меня, вот, я никак понять не могу, а почему вы пошли к нашим, а не к своим? А зачем к своим? Чтобы меня опять отправили на перудок умирать, а я умирать-то в 43 года это как бы и пока не собираюсь. Я знаю, что все равно будет проигрыш России в этой войне. Я просто видел столько трупов, что мне, мне кажется, теперь вообще ни о чем-то ложусь спать и как вспомнил вот эту картину, просто вот они валяются везде, просто везде, их даже никто не забирает. А это где вы увидели? Вот, Запорожье. Прямо в любую лесополку зайди, их там везде куча валяется. Наша, я же вижу по форме, что это наше валяется. Да, есть там единичные случаи, там непонятно, возможно, но нет, и то, насколько я знаю, то ли вы как-то, я не знаю там. Ну, тем не менее, вы забираете своих и трехсотых, и двухсотых. Пытаемся забрать. А эти-то не пытаются ничего забрать. Я вот там по рации пока сидел с этим рэпом, я вот слышу, там по рации говорят, еще когда рация была не заглушена, этот 300, а через пару часов он уже 200. Потом слышно этот и этот 300, а вечером или на следующий день они уже 200. Их даже не приехали, не забрали, не пришли, не забрали. Поэтому о чем говорить? Тем более, ну, всех понимают, вы знаете, за что воюете, вы у себя дома. Поэтому что там? Или что он сейчас в Запорожье? Вы пришли с оружием на нашу землю, так? Да. Кому-то хочется, чтобы вы пришли еще к нему домой? Нет, конечно. Вот за это и вы уехали. Он что сейчас делал? Он взял, всю жизнь было в Запорожье, город Запорожье был центром, столицей, а он сейчас переделал на другой какой-то город, что это он сделал? Смысл? Ну, поэтому, что это говорит? Запорожская область без Запорожья? Да. Херсонская область без Херсона? Ну, Херсон, почему без Херсон? Херсон же у вас. Они же сейчас учили, или позаборожьи, они учили. Они у вас, вы за что говорите? За то, что с вашей стороны типа как оккупированную территорию с Херсона, Запорожской области, сделали там какую-то другую, какой-то другой областной центр? я имею в виду сам город Херсон же он под вашим контролем? Да, и Херсон, и Запорожье. Но, как города. Но, как Запорожье он переделал, Путин сделал другой город, столица, Херсон, он так не сделал, по-моему, откуда вы знаете? А может и сделал, я не знаю. Вроде Конституцию, только вроде поменяли вот это, сделали Мелитополь, или как он там называется. люди в Мелитополе сильно хотели, чтобы вот это вот все? Да нет, конечно, никто не хотел. Да никто не хотел. Я думаю, я такие разговоры слышал, что и в Крыму-то, в принципе, есть люди, которые вообще не хотели, чтобы вот это произошло. Надеждин, вы говорите, про Надеждина. Нет, нет, я имею в виду, вообще. Нет, я просто расскажу, вы не в курсе. И там, зрители кто-то не в курсе. Надеждин кандидат, значит, высказывается про Крым. Говорит, а Крым, говорит, российский. Вы просто поедьте в Крым и поговорите с людьми, они вам все скажут, что они за Россию. А недавно ситуация, я уже сейчас не буду просто находить, вам искать. Девочки в Крыму станцевали подверг у сердечку. Хайжевая Украина, и вот есть в песне, да, их заставили извиняться на камеру. Мальчик проходил мимо, сказал, что он за Украину, его закрыли. Заставили извиняться на камеру. Пан Надеждин, как же вам в Крыму люди скажут, что они за Украину, если их за это сажают, бьют, и они пропадают без вести? Вы не подумали о таком? Есть вполне шанс, что ему кто-нибудь передаст вот этот мой вопрос. Если нужны вдруг наглядные примеры, то гугл в помощь. Все, от себя есть что-нибудь добавить? Если жена ваша меня позвонит, я с ней поговорю. Спасибо большое. Напишет, я с ней поговорю. Вполне может быть, дерну вас еще завтра чисто на разговор. Спасибо. Если договоримся. если будет возможность... От себя если что-нибудь хотите еще добавить, добавьте. Я хотел бы еще раз обратиться. Одумайтесь и прекратите это все. Оставьте людей в покое. Любая война должна кончаться за столом переговоров, поэтому выходите как-нибудь и решайте на своем уровне, на президентских уровнях. Просто не должны страдать люди. Люди страдают сейчас из-за нас. Вот буквально совсем недавно, я сам не видел, сказали, что ракета российская разбомбила какую-то нефтебазу. Из этой нефтебазы произошел пролив вот этого топлива какого-то и сгорел жилой сектор какой-то. Женщины, дети. Они при чем здесь? Больше мне сказать вам нечего. А со мной делать что хотите, попрыгнуете в Россию. Хотите судите, хотите не судите. Я вас не боюсь. Все. Продолжение следует...